Ну что, господа, наши любимые телезрители, также любимый конкурент. Вы, наверное, привыкли, что в начале каждого репортажа я немножко делаю такое лирическое отступление. Так вот, сегодня будет репортаж и об автомобиле, и о стабильности. Что с моей точки зрения стабильность? Стабильность – это длительная и постоянная работа на благо горожан, между прочим. Но некоторые автомобильные компании, знаете ли, они очень нестабильны. И к такии мы отнесем, ну, в смысле, работы со средствами массовой информации, серебряница, клояж, пожалуйста, группу фирм «Авторитет». Это к чему я? Да к тому, что у нас за глаза частей капкакивают. А ну, тем не менее, у нас есть свой рынок, и своими стабильными клиентами ни с кем делиться не будем. И к таким клиентам мы отнесем «Japan Car», разумеется. И вот «Japan Car» стабильно возят очень хорошие и качественные автомобили. И иногда, конечно, это не всегда дешево, но это в любом случае того стоит. Так вот, последний из вариантов, и мы обязательно вам его покажем, приедем из Японии с пробегом 7000 километров. Ничего так, нормально, да? Ну, сегодня мы едем примерно на таком же автомобиле с пробегом гораздо большим, скажем так, 15 тысяч километров. Так вот, это машина 2002 года выпуска. Toyota Voyage. Эксплуатация она была в 2004 году. Откуда такой маленький пробег? Есть такие машины в Японии, и вот именно на такие машины охоту открыла Japan Car. Мы не стали возить автомобиль с так называемой «зеленки», хотя когда-нибудь мы вам покажем какие-то машинки ездим. Но специфика другая. Нельзя же лицо в грязь попадать. Тем более в таком автомобиле. Что за машина? Ну, машина эта собирается в Соединенных Штатах Америки, точнее, в Канаде. И она имеет обозначение Pontiac Vibe. А этот оригинальный автомобиль имеет американский дизайн, потому как в Toyota Matrix, так как и в Toyota Volt, очень красиво выполнены не вот эти симметричные колодцы, здесь асимметрия, но асимметрия очень красивая. Что еще здесь есть? Здесь есть двигатель объемом в 1,80 литра, и здесь есть полный привод. И все это за символическую сумму 450 тысяч рублей. Стабильность в позиции с Japan Car это всегда качественные автомобили с минимальным пробегом и с перспективой работы на будущее. Вот будущее сегодня немножко туманно. Знаете, Владивосток затуманился, потому что нету ПТС-ок. И кое-кто подвисают автомобили, говорят, что подвисают автомобили. У вас как дела обстоит? Ну, существует проблема, да, по Приморскому краю, по привозу автомобилей, что катастрофически не хватает ни ПТС, ни транзитов. Но так как мы работаем долго и серьезно на этом рынке, у нас автомобили идут стабильно, без задержек. Наше дело правое. Да, наше дело правое. И поэтому, если да, если нет нехватка, то есть стабильный спрос. Привезя вот такие машины, сколько человек экономит? Вот, допустим, человек купил новую машину и начинает попадать на сумму ну, примерно от 7 до 10 тысяч рублей, потому что машина якобы на гарантии, которая, собственно говоря, гарантией не является. Вы можете гарантировать, что человек на этой машине проедет 100 тысяч километров, поэтому будет масло менять за 700 рублей, прошу прощения? Да, это мы гарантируем. Ну, а что такое новый автомобиль? Сейчас идет тенденция к покупке нового автомобиля. Население, это Китай, Корея. Китай, Корея, это, конечно же, бледные копии Японии. И, как бы, японский автомобиль есть японский автомобиль. Соответственно, сейчас идет тенденция такая, что идут автомобили не старше трех лет и с пробегами, ну, смешно сказать, 7, 9, 8, 15 тысяч. То есть, как бы, они практически прошли только обкатку и по привозу сюда нам приходится менять только масло и все.